Я так понимаю, что вы, наверное, если мы говорим о солистках группы Виага, легендарной, вы, наверное, ну, одной из первых, если не первой, узнали о том, что коллектив прекратит свое существование. Ну, я не думаю, что я была одной из первых, но где-то это был наш состав, это был состав, в котором я работала, да. Да. Вы сразу понимали, что у вас будет продолжение карьеры сценической, или вы рассматривали варианты с кино, там, я не знаю, на психолога вы учитесь, там, что-то, или вот вы когда узнали о том, что прекратит коллектив в этом составе существование, вы сразу поняли, что у вас будет сольная карьера, для себя как-то определить, или это был вот момент каких-то размышлений, переживаний? Во-первых, вот как сказать, постоянно приходится уточнять, в тот момент, когда я узнала, что коллектив, ну, то есть я не узнала об этом как о факте, то есть мы думали, что делать дальше, мы советовались с Костей Меладзе, мы разговаривали, там, с Евой Бушминой, потому что мы остались вдвоем, мы советовались и думали, брать ли третьего человека, или что, понимаете, да, то есть, ну, этот третий человек уже, я даже не знаю, ну, это было бы опять, ну, как бы, я уже никто не верил, что это может быть надолго, как-то так, серьезно, ну, понимаете, да, то есть уже веры как-то в это не было, вот, поэтому было принято это решение, естественно, оно было принято, ну, как вам сказать, делать и осознанно, и с размышлениями, и с раздумьями, понятно, была разная борьба чувств, там, все понятно, то есть, когда более-менее стабильно все у нас происходит, конечно, проще было бы, наверное, взять третьего человека и продолжить работать, ну, такой пути меньшего сопротивления, но это уже тоже, знаете, нас и ранило, это как бы несерьезно выглядело, вот, поэтому было принято такое решение, что будет дальше, ну, как вам сказать, я считаю, что это определенный шаг, этап, это, ну, в общем-то, шаг был сильных людей, как мне кажется, остановить, и Костин, прежде всего, и наша тоже. То есть там решения все-таки коллегиальные принимали? Коллегиально, однозначно. Всегда так было? Не всегда так было, но в этом случае было именно так. Нет, ну, например, вот когда... Не всегда так было, относительно чего? Ну, таких решений монументальных, знаете, решающих так судьбу, их было всего лишь, там, три. Они решались коллегиально. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.